Всем-всем привет, с вами Клеопатра. А перед началом текущего ролика мне хотелось бы порекомендовать вам клан 10 левла Молодая Гвардия. Ребята ищут свой состав новичков, начиная от ТХ-7 с адекватной прокачкой, возраст 18+, и в клане, конечно, без мата и без руганий, это основные критерии. Кроме того, взамен ребята могут предложить отличный донат, у главы более 37 тысяч отданных войск, и с донатом тут вообще никаких проблем нет. Запросы улетают моментально, и я думаю, что это очень-очень хорошая фишка клана, которую не в каждом месте вы найдете. Также у ребят есть возможность связи через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, соответственно, вы всегда будете проинформированы. Что касается КВ, на текущий момент с ним не все гладко, хотя статистика клана очень хорошая. Именно поэтому ребята ждут приток новых игроков, чтобы играть в более крупные КВ с большим составом. Фиштег клана я, конечно, оставлю в описании, ну а мы с вами переходим к тематике сегодняшнего видео. Сразу могу сказать, что этот ролик будет нестандартным, потому что сегодня пойдет речь не о самом клэше, а о сторонних ресурсах, которые упрощают жизнь для любого клэшера. Нет, это не то стороннее повод, за которое банят, о котором вы, скорее всего, сейчас подумали, а это несколько сайтов, которые делают жизнь любого клэшера гораздо более удобной, более информированной и помогают лучше ориентироваться в игре. Возможно, кто-то из вас слышал про какой-то отдельный сайт, кто-то, может быть, знает даже и про все, но наверняка, я думаю, найдутся такие люди, для которых все это будет в новинку. И поэтому я надеюсь, что это видео будет полезно. Первый сайт, которым я хотела бы с вами поделиться, это сайт Clash of Stats. Этот сайт позволяет находить статистику не только про конкретных игроков, но и про целые кланы. Здесь можно найти с помощью поиска по хэштегу, либо же просто по названию абсолютно любой клан. Вот как раз-таки на примере моего клана Dark Masters, давайте все и посмотрим. Здесь очень много разной статистики собрано воедино, которую нельзя найти руками. К примеру, это максимальная серия побед в войне, когда это было, максимальное количество трофеев в клане, собраны все даты. И кроме того, здесь вы можете найти конкретного игрока, нажать на его профиль. И что самое интересное, давайте посмотрим это на примере моего аккаунта, прокрутить его вниз с этой страницы и узнать, в каких же кланах был игрок. Я думаю, что вот эта вещь весьма полезна, потому что для турниров, для дуэлей очень важно понимать, когда к вам приходит новичок, не является ли он шпионом из того или иного клана. Если вы видите, что да, действительно он пришел из этого клана, то само собой вы его не возьмете. Также, как я уже сказала в начале, здесь можно находить таким способом не только кланы, но и конкретных игроков, зная хэштег. Соответственно, вы копируете хэштег, вбиваете его на сайт и сразу попадаете на профиль игрока, где можете посмотреть всю информацию. Также, помимо какой-то конкретной информации про игрока, либо же про клан, вы можете посмотреть список рейтингов. Рейтингов здесь реально очень много, рейтинги абсолютно разные, начиная от трофея, заканчивая количеством побед в клане, заканчивая рейтингом в целом кланов. Ну, к примеру, давайте посмотрим рейтинг лучшая серия побед. Сейчас мы видим, что на первом месте клан, у которого 331 победа, но давайте посмотрим как раз таки по фильтру по России, кто у нас сейчас находится на первом месте по количеству побед. Итак, выбираем страну Россия и мы видим, что на первом месте у нас клан с нечитаемым названием на русском языке, у которого 103 победы. Это было 21 апреля 2017 года, то есть это максимальное количество побед, которое зафиксировано у кланов, у которых стояла отметка России. Сами понимаете, что это, возможно, уже не актуальная информация и именно для этого тут есть такая кнопочка, которая показывает текущую серию побед, именно ту, которая сейчас актуальна. И сейчас максимальная серия побед 55 у клана Ливонский Орден. Соответственно, изучая все эти рейтинги, я думаю, что это будет весьма интересная и полезная информация для вас, а возможно вы тут найдете и даже свой клан. Следующий сайт, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это сайт ClashColor. Я думаю, что об этом сайте тоже очень многие слышали. Это так называемая бронь. Что здесь можно делать? Здесь вы можете бронировать какие-то планировки, какие-то базы, чтобы ваш закладовец не нападал на ту базу, на которую вы хотите в дальнейшем напасть. Соответственно, что вам нужно сделать? Вы набираете название вашего клана, набираете название клана оппонента, выставляете размер войны и, соответственно, нажимаете Submit. Также вы можете указать хэштеги и все это подгрузится автоматически. Далее вы попадаете вот в такое меню на 15 человек, как я и задала, и нажимая на зеленый плюсик, вы можете ввести имя игрока или ник игрока, который забронировал, допустим, первый номер. Ну, пускай это будет Тащер 1, к примеру, он собрался идти на первый номер через 2 часа. Далее, когда Тащер 1 проатаковал, вы можете опять-таки на этом же сайте отметить, на сколько звезд у него была атака. Ну, допустим, он атаковал на 2 звезды и он точно знает, что необходимо донести до следующего игрока. Ну, к примеру, что Спарка находится около ТХ, чтобы следующий атакующий был очень внимателен и обошел эту Спарку. Соответственно, далее, когда придет следующий человек, чтобы забронировать себе первый номер, он прочитает, во-первых, отметку, а во-вторых, забронирует себе место. Таким образом, в клане не будет драки за какие-то базы, не будет ситуации, когда вы варились, продумывали армию, а вашу базу забрали. И вы так с помощью такого сайта можете спокойно бронировать себе планировки. Далее, как же найти вот тот самый профиль? Для этого вы копируете ID вашей войны и, заходя на сайт, нажимаете Join War. Далее вы вставляете ID-шник, нажимаете Submit и переходите именно в то меню, где мы изначально были. Движемся далее. Следующий полезный сайт называется ClashTrack. Про него когда-то у меня был целый большой обзор, ссылочка на него тоже находится в описании. Если вы хотите подробнее ознакомиться с этим сайтом, то рекомендую посмотреть обзор, который конкретно расписывает все функции, которые тут есть. Ну а мы же с вами пробежимся по основным интересным параметрам, которые можно тут найти. Во-первых, это трекер развития деревни. Он помогает вам планировать изменения в деревне, развитие и так далее. Во-вторых, это редактор тактик. Здесь можно загрузить картинку с базой, но мы этого делать с вами не будем. И посмотрим сейчас базу, которую можно найти в редакторе тактик на демо-версии. Вот, допустим, такая планировка. И здесь, обратите внимание, вы можете взять абсолютно любых юнитов, абсолютно любые заклинания и просто нарисовать, куда вам нужно идти. Например, положим Jump вот на это перекрытие забора. Далее давайте посадим два голема с правой стороны и посадим в линию магов, чтобы зачистить полукруг. После этого покажем своему Соклановцу, что Валькирии нужно отправить именно в сторону Jump. Для этого высадим в рядочек валик. Я думаю, что это реально очень удобно и гораздо лучше, нежели рисовать просто в пейнте какие-то кружочки, крестики или нечто подобное. Следующая полезная функция это калькулятор ваших войск. Здесь можно рассчитать, сколько будет стоить то или иное количество войск. Сколько эликсира, сколько нефти и так далее. Это тоже очень полезно при планировании вашего бюджета. Следующее полезное меню это доступная добыча. Здесь вы можете посмотреть, сколько с вас могут забрать при атаке. То есть вы вбиваете количество ваших ресурсов на текущий момент, ваш уровень ратуши, уровень ратуши атакующего и видите, сколько он заберет за атаку. Опять-таки это тоже очень важно понимать, когда вы на что-то копите. Следующая полезная вещь это калькулятор весов КВ. Ранее, как вы знаете, можно было высчитывать с помощью количества золота вес на кланварах для того, чтобы устраивать дуэли. Сейчас это не столь актуально, потому что есть дружеские КВ, но я знаю, что есть некоторые кланы, которые по-прежнему высчитывают именно вес и славливаются в глобале. Тогда для вас, возможно, это будет полезно. Также для того, чтобы ознакомиться с другими функциями, я советую вам зарегистрироваться на этом сайте. При регистрации открываются еще и новые меню. Следующий полезный ресурс это сайт Clash of Clans Wiki. Работает он, по примеру, обычной википедии, только полностью посвящен Clash. Здесь вы можете найти не только форум, сообщество с разными видео, но, что самое главное, вы можете найти различные вкладки, которые показывают, сколько здоровья, сколько урона наносит то или иное войско. И, кроме того, вы можете посмотреть, сколько что стоит, потому что, например, на стримах меня очень часто спрашивают, Кать, сколько стоит фуловая гончая, сколько стоит апнуть шахтера до третьего левела и так далее. Все это вы можете посмотреть как раз-таки здесь. И, к примеру, шахтер пятого уровня стоит в районе 9,5 миллионов. Так что эту всю информацию вы можете найти именно на этом сайте, не пытаясь выловить своего фулового ТХ 11 в клане и узнать у него, сколько это стоит. Соответственно, точно так же вы можете посмотреть все, что касается не только войск, но еще и строений, сколько у них здоровья и так далее, какого они размера. В общем, все-все-все можно найти конкретно тут. Ну, а что касается вот как раз алтаря лучницы, то можно нажать, собственно, на саму королеву, пролистать вниз. И здесь очень подробная таблица, в которой рассказано, сколько урона наносит королева на определенном уровне, сколько она восстанавливается, сколько стоит и так далее. Все это реально очень-очень полезно. И под конец мне хотелось бы поделиться весьма интересным сайтом, который я сама нашла не так давно. В одном из роликов про грамотный переход я его показывала, но, возможно, этот ролик смотрели не все, поэтому повторюсь еще раз. Этот сайт позволяет высчитать количество веса, которое вы получаете при добавлении того или иного строения. К примеру, почему не стоит ставить инферен сразу на ТХ 10? Потому что, когда вы его поставите, вы получаете практически плюс 3000 к общему весу. Это много или мало, спросите вы? Давайте сравним. Откроем, к примеру, ПВО и посмотрим, что когда мы апаем ПВО на ТХ 10, мы получаем плюс 50 всего лишь к общему весу. Согласитесь, разница колоссальная. Именно поэтому те люди, которые сразу втыкают инферно, попадают на очень мощных соперников и потом просто мучаются, пока наконец не прокачаются. Именно так можно проверить, что сколько весит и, соответственно, высчитать, как вам нужно грамотно развиваться. Любители ночной деревни не останутся в стороне. Здесь также есть такой же функционал для темной деревни. И то же самое все расписано по количеству веса для каждого строения. Я думаю, что это, опять-таки, весьма удобно и будет полезно для многих. Вот так выглядит мой ТОП-5 полезных ресурсов для любого Клэшера. Если вам понравилось это видео, оно было реально для вас полезно, вы узнали что-то новое для себя, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если вы знаете еще какие-то интересные ресурсы, то пишите в комментарии и делитесь ссылками. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok